всем привет пришли тут вопросы в комментариях по части вот это вот усилителя для трансивера мини ест и уже несколько раз спрашивали ну надо значит вытащить его да показать поэтому я вот трансивер этот слой располовинил усилитель это у меня он тут как бы отдельно вот она на задняя стенка вот она так у меня сделал вот вентилятор туда внутрь задувает корпус у меня герметичный поэтому вот он туда задувает воздух проходит а потом дальше идет так воздух прошел и он идет вот в эти отверстия вон они сколько в каждом ребре радиатора и вот здесь выход получается поэтому вот он так задувает сюда и потом вот этот вот радиатор обдувается в общем ну вот так так у меня обдув получается поэтому от на задней стенке соединение тут всего два вот один это вход его вот она потом вот этот антенна значит припаять надо будет и вот через вот этот разъем идет все питание там и и так далее в общем короче вся эта коммутация тут вот и на этот самый на вентилятор это что тут вот входа выхода разные так что вот у меня так так сделано теперь так как это дело сделано тут у меня так усилить у самого трансивера у трансивера ну вот он вот она на располовиненной ну ради такого дела чтобы вам показать пришлось мне это дело раскрутить его вот эта печатная плата она у меня крепится винтами прижимается винтов много тут если посчитать 7 штук получается вот к этому к радиатору а транзистор вот эти мощные они вот своими выводами выходят сюда вот они не здесь вот первый входной транзистор есть и вот там через термопасту они вот с этим самым с радиатором задней стенкой вот но задняя стенка это в общем-то радиатор и есть вот она винтами все это дело прижимается вот такой пакет получается так значит конструктивно тут все это понятно теперь так смотрим дальше как схема работ так это разработка геннадия брагина это есть она в интернете форум там все это дело обсуждается делится мнениями впечатлениями и так далее так что вы там найдете запросто через поисковик значит вот сигнал приходит сюда потом на затвор этого транзистора и рф 520 вот она входной потом тут трансформатор стоит вот она трансформатор этот выглядит вот так так вот она вот тут кольца проницаемостью 1000 нн или нм в общем разницы нету никакой вот он он так а сам транзистор стоит вот он его ноги тут торчат его вот он там припаянный плата у меня на двойная то есть она и тут фольга и там фольга и так что и она и тут чем напаяна из той стороны напаяна в общем она как бы такая вот двойная у меня смотрим дальше вот сигнал у нас дальше пошел вот приходит на затворы этих транзисторов транзисторы такие же рф 520 вот тут приходит напряжение когда мы на передачу включаем появляется напряжение 14 вольт там релюшечка щелкает вот и идет сюда а здесь вот получается делитель напряжения вот для одного транзистора и вот для другого транзистора и вот этим вот сопротивлением мы выставляем чтобы на затворах у нас было одинаковое напряжение в идеале нужно так она же здесь отрывать и мерить какой у нас ток и здесь тоже так же и вот этим потенциометром добиваться чтобы настолько был в ток покоя был одинаковый воды все ориентировочно напряжение 3 6 вольта вот на них здесь вот ток общий идет 270 миллиампер ну вот такой вот он вот этот 270 миллиампер нужно его выставить вот этим самым сопротивлением вот она r5 470 том вот такой ток а вот этим сбалансирует чтоб он одинаковый был вот все все ничего тут мудреного нету так вот такая получается штука у этих всех транзисторов вот этих полевых у них входное сопротивление очень высокая а емкость у них тоже очень большая вот это очень большая емкость это плохо вот а плохо чем плохо ну на высоких частотах на высокочастотных диапазонах она усиление будет уже не такое для того чтобы это дело выровнять стоят компенсационные катушечки вот одни а тут тут на одни и вот другие компенсационные значит если посмотреть здесь где они стоят так вот вот она входная вот она катушка компенсационная и вот на этих самых здесь вот на этих вот и не они катушки стоят вот тут вот такой дроссель стоит вот она это дроссель это вот ферритовая бусинка вот она она вот ферритовая бусинка тут виток просто просунуто и все ну вот и здесь тоже так же вот она дроссель и вода не они так теперь дальше смотрим вот тут такой трансформатор хитрый вода значит он ну ток это симметрирует на приток по ним и он выглядит вот так вот два амидоновых колечка но это не а не значит а именно такие не должны быть в общем то любые вот он намотан одновременно двумя проводами значит выходной вот этот трансформатор это вот он вот этот вот а вот этот дроссель который вот который я показывал вот этот это вот он дроссель вот этот вот на кольце намотан да и все это все это дело не критичное так теперь вот этот вот дроссель трансформатор как сделаны а делается он так вот смотрите как берем от трубочки вот такие это разные на кабелях на мониторах там в компьютерах в общем такие трубки есть проницаемость у них разные так что если их мерить там и 2000 и 1500 есть всякие так вот значит мы взяли 1 2 2 одинаковых но если они по проницаемости будут разные например один 1500 другой 2000 ну и ладно и и ничего и не страшно это вот или там будет он на тысяча один второе 1200 ну и и наплевать на этом так вот смотрите как сюда вставляем две трубочки вот две трубочки это телескопической антенны берем и подыскиваем такую чтобы диаметром она туда плотненько входила вот мы вставили сюда здесь отберем из стекла текстолита вот такую вот перемычку делаем вот эту трубочку туда-сюда и развальцовываем и запаиваем ее вот теперь с этой стороны с этой стороны делаем тоже так же только здесь вот разрезаем чтобы не было это самое изолирующие этот самый промежуток делаем вот у нас получился такой виток вода ну вот а в этот виток потом мы намотаем проводу сколько там два витка вроде бы вот и всего вот получился вот такой бинокль так вот трубочки еще вот какие бывают вот это вот как бы не парный вот они у меня есть такие вот вот этот мерил я 1590 вот она ну пары дней нету вот но она можно конечно ведь и так и ничего страшного но какой к собаке будет некрасиво ну тоже вот от этих же самых от фильтров вот есть вот другой вот этот 945 вот но он тоже вот не парный никому мне никому он не бьет вот а так вот пару бы найти можно быть чем еще сварганить ну в общем вот так вот товарищей как это делается вот он этот трансформатор как это видно его вот у него здесь вот два витка намотанных вот его видать вот это вот выводы вот они сюда припаяны вот а есть вот этот самый который обмотка вот она двух витковая вот ну тут значит нужно какой критерий вот надо чтобы вот эти провода там внутри в этой в трубке плотно сидели вот без зазоров вот прямо будут загнать туда их прямо ну насильно вот поэтому делается провод самодельный общем берете проводов сколько там пучок вот обматываете его там второпластовой лентой и чем хотите вот и это самое заталкивает два витка делаете у меня здесь стоят четыре транзистора то есть вот к этим вот в паре еще транзисторы стоят и в общем то я сейчас вот этот раскрыл еще для чего для того чтобы вот эти лишние транзисторы выпаять хотя бы затворы у них что лет понять получается значит такая нехорошая штука вот когда антенна у нас нормальная все кс в этом близкая к единице все работает все великолепно если антенна какая-нибудь не очень хорошая кс в этом где-нибудь около трех это он возбуждается на передачу но мне вот это дело не нравится почему-то вот хотя через согласующие все настроить все будет нормально ну вот но не нравится мне это и всем поэтому я вот эти парные транзисторы вот постараюсь как-нибудь выпаять неохота все откручивать 10 добираться то трудно ну в общем я не знаю мне кажется я вам на все вопросы ответил по этому усилителю что можно еще добавить ничего вот все это стандартная схема вот как это все выполнено я показал вот делается так можно кольцами набрать вот пожалуйста вот этот кольцами набрано у меня а это вот трубками сделанный вот ну кого чё есть можно трубками делать бинокли делают ну вот вот у меня еще один лежит бинокль не знаю куда его так он будет валяться меня без дела был еще такой вопрос вот показали бы вы как сделать да как настроить фильтр нижних частот ну как его сделать берете описание какое сделано чего вам изобретать люди уже все изобрели все уже опробовали ты вот изготавливаете вот так катушки должны быть так вот один диапазон горизонта вертили ну по одной оси а эти по другой то есть это у них чтобы индуктивную связь между ними не поменьше было но тут утрали стоят вот они переключают это дело этот фильтр нижних частот это тоже вот этого самого мини с это его геннадий брагин это все разработал поэтому я тут ничего не изобретал все так вот сделано все вот эти вот витки все это все как он сделал как подобрана так вот я все по описанию сделал вот ну чё велосипед изобретать вот если вам хочется самим что-то настраивать ну вот сигнал подаете с какого-то с генератора выход у него нагружаете на 50 ом или на 75 ом вот и подаете сигнал значит на лампу вольтметр или на осциллограф или на что там и смотрите вот частоту генератора меняете смотрите какая у него характеристика будет на конкретном диапазоне на одном на другом на третьем если нужно значит витки можно сжать растянуть или же от мотать новую катушку намотать и и и значит на место припаять ну то общем вот так вот дело делается это ничего тут такого нету хитрого этот фильтр нижних частот поэтому вот он должен вот так если он настроен например для частоты 7 мегагерц вот он должен диапазон пропускать а все что выше он должен все отрезать они же пожалуйста вот если на 14 мегагерц настроены вот этот на что-то он выше этого диапазона 20-метрового должен все забирать урезать вот они же 14 мегагерц на 20-метрового диапазона он пропускает потому что это фильтр нижних частот это не резонансный какой-то там диапазонный полосовой фильтр вот ну и вот и и все собственно товарищи больше сказать тут нечего но некоторые наши как делают а вот по серебрёному проводом намотать знаете баломство это все баломство вот по серебрёным там вот она вот этим хорошо получается все вот еще раньше сами и серебрели провода знаешь зачищали там этим самым там этим закрепителем обрабатывали старым вот но это там все это фигня получается просто так он должен быть гладкий вот в изоляции вот у него самая добротность получается высокая так ну ладно товарищи в общем я тут всего вам это дело показал рассказал думаю вам это все понятно стало вот ну подписывайтесь на мой канал чем пищу потом покажу но всего хорошего удачи